Что делать, если год подходит к концу, а вы, оглядываясь назад, понимаете, что та большая цель или несколько больших целей, которые вы ставили перед собой на этот год, сместились в приоритетах и, другими словами, вы их не достигли? Что делать? Здравствуйте! С вами снова Николай Танский, создатель движения «Настоящий успех» и президент Академии «Настоящего успеха». Несколько дней назад я получил подобный вопрос от одного из наших студентов. И я подумал, и действительно, я обучаю, когда учу, как планировать следующий год, создавать введение стратегию, стену плана, так называемую, если вы обучаетесь у меня, вы знаете, о чем я говорю. И действительно, не всегда то, что ты планируешь в конце декабря, в преддверии Нового года, через 12 месяцев достигается до 100%. И есть вещи, определенно, цели, задачи, проекты, которые уходят на второй план. А есть вещи, которые хотелось бы очень сильно достичь, но так они и не были достигнуты. Вот что я по этому поводу думаю. Во-первых, если вы действительно, у вас сместились приоритеты, у вас по ходу в течение года возникли новые проекты, новые интересы. И в конце года, подводя итоги, оглядываясь назад на те проекты, приоритеты, с которых сместились, вы не чувствуете ни сожаления, ни угрызения совести, никаких переживаний на этот счет. И наоборот, вы спокойны, на душе у вас спокой, значит, все с вами в полном порядке. Так и должно было быть, вы просто не могли предугадать наперед, на 12 месяцев, все с точностью до 100% попадания в цель. С другой стороны, если год заканчивается, а вы понимаете, есть определенные вещи, из-за которых появилась теперь мучает совесть, вы корите себя, вините, ругаете себя, вы не достигли того, что могли и самое главное, очень сильно хотели, тогда есть смысл, подводя итоги, извлечь уроки и посмотреть, что мешало вам в прошлом году, что вас сбило с толку, где возникли какие-то непредвиденные обстоятельства, препятствия, и относиться все равно с благодарностью тем событиям, которые не позволили вам, и к самому себе, кстати, тоже не позволили вам достичь того, чего хотели вы, для того, чтобы в следующем году, извлекая эти уроки, обязательно достигать то, что вам очень важно достичь. Поэтому тут только вам решать, хорошо это или плохо, запланированные цели на год не достигать. Некоторые цели, по определению, утрачивают свой приоритет, свой интерес. У вас появляются новые проекты, новые задачи, новые идеи. И это нормально, и это хорошо. Главное, чтобы на душе у вас было спокойно. Или, если вас совесть мучает, значит, извлекайте уроки, делайте выводы, для того, чтобы в следующем году успешно прийти к финишу, и то, что нужно было сделать, обязательно сделать. Вот, что я думаю по поводу того, как подводить итоги, и что делать по отношению к тем целям, которые были поставлены на год, но которые не были достигнуты. Либо хорошо, либо плохо. Хорошо – смирились приоритеты. Плохо – делайте выводы, для того, чтобы все равно было хорошо, но уже в следующем году. Вот и все, что я хотел вам рассказать в этом коротком видео сегодня. С вами был ваш Николай Танский. Если вам это было полезно, пожалуйста, поставьте лайк, прокомментируйте и перешите друзьям. И до встречи в следующем подкасте завтра. До встречи. Пока.